Понимаете, проблема заключается в том, что мы можем получать знания, но при этом его забывать. Если человек совершает какие-то греховные поступки, знание утрачивается. Поэтому многие из вас в прошлых жизнях были великими мудрецами, понимаете? Но в силу того, что были совершены какие-то поступки неправильные, эти поступки действуют таким образом, что они меняют мировоззрение человека. В этом и заключается проблема поступков вообще, что они меняют мировоззрение. Если ты совершаешь какой-то неправильный поступок, то потом у тебя меняется понимание вещей в жизни. В этом и заключается проблема, а не в том, что мы ничему не научились. Вы понимаете, многие из вас сидят на лекции, слушают и думают, это я уже знаю, это у меня уже в сердце есть, это я в глуше понимаю. То есть у вас уже есть этот опыт. Просто мы чем занимаемся здесь? Мы его напоминаем, то есть мы его вспоминаем, этот опыт. Вот и все. То есть опыт у вас уже есть у многих. Может даже у вас гораздо больше опыта, чем у меня у многих. Просто такое общение дает возможность его вспомнить. В этом и заключается суть. Поэтому надо молиться Богу постоянно, чтобы Он не лишил нас знания. В этом и заключается самая главная проблема, что в результате жизни мы теряем что-то, теряем знания. Из-за каких-то ошибок, которые мы совершили и так далее. Нужно ли ходить на кладбище к близкому человеку, если тебя заставляют, но у тебя нет такой потребности? Это очень частный вопрос, потому что на него невозможно однозначно ответить. То есть с точки зрения отношений лучше сходить, потому что если тебя заставляют, значит есть какие-то основания. Допустим, ты не идешь на кладбище, тебя заставляют, и у тебя уничтожаются отношения, допустим, с каким-то твоим родственником. Почему уничтожаются, я сейчас объясню. Потому что есть вещи, которые являются сверхценными, очень ценными в жизни человека. Допустим, умершие люди, это сверхценная как бы часть нашей жизни. Это не просто ценная, а сверхценная часть нашей жизни. Ну допустим, мама говорит своему сыну, сходи на кладбище, допустим, поведай моего отца, то есть деда, или своего отца. Ну допустим, человек не любит ходить на кладбище, он как бы в сердце в своем любит отца или деда, допустим, но на кладбище ходить не хочет. В результате он говорит, я мама не пойду. Она внешне ничего не говорит, но для нее это большая травма психическая. То есть она, то есть можно травмировать человека просто одним таким словом, очень серьезно, и испортить с ним надолго отношения. Но сердце она тебя не будет уважать, потому что она считает, что ты не любишь своего близкого человека, значит, ты жестокий, холодный человек, и нет смысла с тобой продолжать какие-то серьезные, глубокие отношения. С этой точки зрения лучше сходить на кладбище, потому что речь идет не об отношениях с тем, кто умер, а идет о отношениях с тем, кто жив, понимаете? То есть в этой связи надо ходить на кладбище. Если для человека близкого это и большую ценность представляет. С другой стороны, согласно ведическим представлениям, для того, чтобы общаться с близким человеком, который оставил тело, не нужно никакое кладбище. Просто как только ты его вспоминаешь, в эту же секунду ты устанавливаешь с ним контакт. В эту же секунду это происходит немедленно. Просто мы должны очень четко осознавать, что это за вид контакта. Потому что если мы этого не понимаем, тогда тоже многие вещи будут непоняты. Например, надо понимать, что пока человек находится в тонком теле, он еще никуда не ушел, в земле, а это может длиться где-то максимум 40 дней, как вот отмечают. Ну где-то так. Потому что 10 дней переформировывается тонкое тело. Потом еще какое-то время он пытается осознать свою жизнь, сделать из нее выводы. То есть на это все уходит время. И потом через какое-то время он дальше движется по судьбе. Он уходит или на низшие планеты, или на высшие, или остается на средние. Поэтому пока он находится здесь рядом, то есть до 40 дней где-то, если вы о нем думаете, то он реально общается с вами через мысли. То есть вы можете думать о нем, будет думать о вас, и вы будете, если вы чутко настроены, то вы будете чувствовать его присутствие, его мысли, его настрой близкого человека. Такое общение будет. Когда он уходит в другую среду, в другую сферу существования, то постепенно его возможность контактировать, прямая, она уменьшается, потому что даже находясь в тонком теле, но человек, когда находится в другой среде, он постепенно забывает то, что у него было в этих отношениях. Однако, если вы думаете о нем, желаете ему счастья, вы все равно немедленно находите его в тонком теле и даете ему возможность быть счастливым, своими хорошими мыслями, допустим, или молясь за него, или раскаиваясь. Поэтому те родственники, которые жили с нами в прошлых жизнях, в следующей жизни становятся нашими ангелами-хранителями. Ну что это значит? Это означает, что мы, допустим, молимся за человека, а он уже где-то родился в это время, и нас уже не помнит. Но при этом наша молитва защищает его судьбу. Так действуют, как бы, вот эти вот вещи. Поэтому, если ты, допустим, прошло время, ты молишься уже о человеке, чтобы защищать его судьбу, а ты молишься, чтобы у него все было в жизни хорошо. Но если ты молишься таким образом, почему ты меня оставил, я тебя не могу видеть, мне скучно без тебя, то в это время у него будет ощущение утраты, боли, и он не будет понимать, почему. То есть он в новой жизни живет, но ему плохо будет. И он не будет понимать, почему. Потому что он уже забыл эту жизнь. Однако, если живые существа уходят на райские планеты, на высшие, они не забывают свои прошлые жизни. Там они помнят их. И поэтому, если человек ушел наверх, в райские планеты, то вы можете молиться, думать о нем, и вы реально будете чувствовать контакт. Если человек остается на средних планетах, он заново рождается, он не сможет вас почувствовать, но вы его можете чувствовать дальше. И если человек уходит на низшие планеты, то он не может вас почувствовать, но вы можете его спасти от низших планет. Если человек уходит близкий на низшие планеты, вы можете с помощью своей молитвы вытащить его оттуда. И это реально, это очень реально работает, потому что сила наших мыслей огромна. Там, в низших сферах, она действует очень сильно, могущественно. Но, допустим, я примерно могу почувствовать, куда пошел близкий человек. И мой опыт личный показывает, что мои одни знакомые, они в результате четырехмесячной молитвы, они не дали отправиться, во-первых, на низшие планеты своей родственной матери, они просто не дали ее туда отправиться. Они и как бы пепел бросили в святую реку в Индии, в священное место, и молились постоянно, и ставили освященную пищу перед ее фотографией. То есть они делали все для того, чтобы она не отправилась на низшие планеты. Она не направилась, они победили, переломили ход ее судьбы, таким образом, своей молитвой. И не так много времени надо, видите, всего четыре месяца, и такой серьезный результат. Как они это почувствовали? Сильная радость в сердце возникла, когда вот произошло то, что она уже не вниз пошла, а она родилась где-то на средних планетах. Вот, у них огромная радость в сердце возникла, они почувствовали счастье. Потому что, когда живое существо попадает на низшие планеты, там жуткие страдания продолжаются очень много. Потом еще после этого, чаще всего, она рождается в животной форме жизни, а не в человеческой. Это, кстати, тоже накладывает нашу возможность помнить и знать. Если мы в какой-то жизни в животном теле живем, то мы забываем все предыдущий опыт в человеческой форме жизни. И следующая жизнь в человеческом теле, она сначала будет где-нибудь, то есть в таких вот племенах, всякие чукчи там, всякие индейцы. Ну, то есть такая малоразвитая форма жизни человеческая. А потом уже вспоминается и человек свои прошлые воплощения уже начинает осознавать больше, больше о прошлый опыт вспоминается. Веды говорят, что если человек получил какое-то духовное знание, оно пропасть не может полностью. Оно может просто чуть-чуть подзабыться и вспомниться, но оно не пропадает. Совсем не пропадает. Вот такая уникальная сила знания, которую человек получает в своей жизни. Назовите медленно и ясно еще раз. Название и автора того трактата, который цитируете. Ти-ру-ку-рал. Трактат так называется. И автор называется Ти-ру-ва-лю-вар. Написали? Так, не понял, кто живет в любви? Кто-то живет в любви, но дети не приходят. Что делать, чтобы чудо случилось? Недостаточно информации. А? Семья живет в любви, но дети не приходят. Знаете, есть... А, я понял ваш вопрос. Есть разные моменты, которые надо понять. Первое, надо понять, что это для женщины самое большое наказание – это бесплодие. Причина такого наказания – это жестокое отношение к детям в прошлой жизни. Когда женщина плохо, жестоко относится к своим детям, в следующей жизни она получает бесплодие. Ну, то есть, надо понять, что это наказание. Первое, что нужно понять. Второе, нужно понять, что любое наказание можно преодолеть или своими силами, то есть, с помощью молитвы и здорового образа жизни, или с помощью силы кого-то другого, то есть, силы врача, допустим. И, конечно, во всем есть воля Бога. Но человек, который, допустим, имеет бесплодие, он должен пробовать все способы для того, чтобы избавиться от него. Он не должен думать, раз Господь не хочет, значит, я ничего не должен делать. Нет, ничего подобного. Что касается моей помощи в этом случае, то у нас есть мощная методика, которая лечит бесплодие. Я могу вам сказать, что вот последние результаты, допустим, наши. У нас есть одна женщина, которая не только не могла зачать, она также не могла и выносить. В тем случае, когда она зачинала, даже искусственно, она выкидывала детей, не могла выносить. Один раз мы ей поставили камни, и она не смогла, мы не помогли ей, она выкинула ребенка. Хотя она смогла зачать, она не смогла выносить, выкинула. Потом она поставила, она очень решительный человек, и она верит, что я должен ей помочь. Вот. Она поставила второй раз камни, они зачили ребенка, и в момент кровотечения, но обычно женщина просто сидит, боится даже дернуться, она побежала в центр. У нее началось кровотечение, которое должно было вышвырнуть опять плод из матки, то есть у нее где-то 4 недели уже или 5 было беременности. Она побежала в центр, и прибежала, она в Москве живет, а можно и по фотографии, я могу консультацию, как носить. Я взял, переставил ей камни, поставил по другой схеме, и у ней кровотечение в этот же день прекратилось, и сейчас она спокойно, счастливо вынашивает своего ребенка. И у нас есть уже человек 5, наверное, женщин, которые не только выносили, у них потом молоко плохо шло, они на камнях еще и кормили, ну то есть полностью весь цикл как бы. И одна женщина пришла ко мне с уже таким ребеночком, рядом муж стоит, и она говорит, спасибо, Олег Кеннадьевич, вам за ребенка. А муж стоит рядом, ушами хлопает такой, будто, что такое, почему Олег Кеннадьевич, спасибо, а не мне. Ну вот такая смешная ситуация была. Бывает такое, бывает мы не можем помочь, но люди, иногда люди стараются за всех сил. У меня есть одна девочка, у меня нет месячных, и она с мамой вот приходит и старается, и лечится. Один раз мама пришла, уже такая, все, я не буду лечиться. Я говорю, ну хорошо, давайте тогда мы вам вернем деньги, все, ну что делать, ну не может помочь, что делать. Она такая посидела, нет, я буду лечиться. И опять по новой. И вроде что-то изменяется. Ну то есть настолько тяжелая карма, что очень тяжело активизировать ей все. Но я вижу уже и сдвиги пошли. У меня яйцеклетка начала работать, как бы, яичник начал работать, но яйцеклетка еще не выходит. Цикла нет, но уже, как бы, яичники начали. Ну то есть, здесь вопрос усилий, понимаете. То есть, чем больше усилий, тем больше результат. Ну то есть, у нас есть методика, она сильно работает. Но не только у нас, я уверен, что разные есть способы. Некоторые бабушки подшептятся, и нормально. Иногда человек съездил, здоровым образом где-то пожил в хорошей клинике, очистился и тоже заработал. Разные есть способы. Но сидеть и думать, смотреть в небо, думать, что не получится, это безумие. Можно ли молиться о зачатии детей, или это тоже является материальным желанием, которое оскорбит Бога? Это является материальным желанием, которое оскорбит Бога. Человек должен не молиться о зачатии детей. Он должен молиться о том, чтобы зачать ребенка, который бы служил Богу. То есть, надо сказать Богу, если ты дашь мне ребенка, то я буду со всех сил стараться, чтобы он тебя любил. Вот это уже будет негреховное желание. То есть, если человек так настроен, то Бог обязательно даст ребенка. Ну, то есть, если человек настроен для Бога как бы отдать, то Бог обязательно отдаст тоже. Ну, то есть, ребенка воспитывать в духовном направлении. Так Бог тогда даст ребенка. Потому что в этом и идее заключается. Мы не можем зачинать ребенка, если мы ему не можем ничего дать серьезного. Какой смысл тогда? Чем объяснить, что в пьяном виде у мужа проявляются лучшие его качества? Доброта, щедрость и так далее. В трезвом виде он очень хорошо их маскирует. Причина заключается в том, что женщина не выполняет свои обязанности. Надо понять такую вещь, что за доброту, щедрость, любовь в семье отвечает жена, а не муж. Если жена не растапливает атмосферу в семье, не делает ее счастливой, значит, у мужа все самые лучшие качества будут проявляться только в пьяном виде. Потому что он водкой себя растопит, и в это время как бы у него все пойдет как надо. Вообще-то, когда муж приходит домой, он должен просто, заходя в квартиру, пьянеть от любви жены. И в этом пьяном виде у него будет все проявляться. Потому что вообще у мужчины все такие вещи проявляются только в пьяном виде. Или в пьяном виде от любви к жене, или в пьяном виде от водки. Одно из двух. Иногда в пьяном виде от любви к Богу. Ну, понимаете, в обычной ситуации мужчина, он должен сражаться за существование семьи. Поэтому, ну, представьте, если человек на поле битвы будет вот так, ура, всех любите, как надо. Ну, что, от этого прибавится счастье у жены, что ли? Ну, то есть, мужчина, у него психика так устроена, у него все пойдет как надо. Вообще-то, когда муж приходит домой, он должен просто, заходя в квартиру, пьянеть от любви жены. И в этом пьяном виде у него будет все проявляться. Потому что вообще у мужчины все такие вещи проявляются только в пьяном виде. Или в пьяном виде от любви к жене, или в пьяном виде от водки. Одно из двух. Иногда в пьяном виде от любви к Богу. Но, понимаете, в обычной ситуации мужчина, он должен сражаться за существование семьи самому. Она сама все за него делает. Она берет его, раздевает. Потом берет за ручку, его ведет в ванну. Должен под душем постоять, чтобы снять с себя энергию к улице, чтобы домашним стать. Потом, когда он из ванны вышел, она идет его на кухню ведет. Сажает, кормит его с любовью. Потом покушал, она ведет его на диван. Садится рядом, его гладит. И все. После этого у него включается система, и он начинает любить жену, детей. Он становится мужем в это время. Ну, становится тем человеком, который может подарить часть. Если она не понимает, жена, что в этом и заключается ее женская обязанность, чтобы включить сердце мужа на домашний лад, то значит, оно само не включится. Мужчина не может сам включать свое сердце. У него нет такой системы, чтобы он сам раз и включился. Нет возможности. Только разумные мужчины могут это делать сами. В основном, мужчины не способны так трансформироваться, чтобы у них все само заработало. Очень трудно. Это большая аскеза, на самом деле. Но для женщины это естественно и легко. Она сама соткана из любви, и такие отношения для нее вполне нормальны. Поэтому женщины должны просто понимать, как себя вести правильно, чтобы у мужа не только в пьяном виде появлялась доброта, любовь, ласка, заботливость и так далее. Это вопрос уже, как женщины способны растопить сердце мужа. В зависимости от того, сколько у него внутри напряжения, столько надо прикладывать усилий. Пока женщина не выполнила свои обязанности перед мужем, когда он пришел, она не должна отступать. Она должна сражаться за мужа до последнего. Если он еще как бы зажат, чуть-чуть остался, надо дальше служить ему, заботиться о нем. Мужчины все записывают. Интересно. Женщины смотрят, мужчины записывают. Как действует карма через приемных детей? Так же, как через обычных, разницы никакой нет. Ребенок попадает в твой дом, он становится твоим ребенком. Все, приемный, не приемный, какая разница? Нет никакой разницы. С точки зрения материнства и детства нет никакой разницы, приемный этот ребенок или нет. Просто есть определенная проблема. Если вы считаете этого ребенка приемным, значит он будет приемным. И через него будет действовать такая карма, что он чужой, как гадкий утенок, знаете, мультфильм, чужой. И поэтому все дети вокруг будут его считать чужим, родственники будут считать чужим. Если женщина сражается за ребенка, как за своего, она считает его своим еще больше, чем всех остальных, тогда все тоже так начнут себя вести с ним. Поймут, что он свой еще больше даже, чем все остальные. И тогда не будет никакой другой кармы, только семейная карма будет идти, та, которая положена по судьбе. Все зависит от того, как настроена женщина. Если она считает себя матерью, то и отец тоже примет ребенка как сына в этом случае. Если женщина не считает себя матерью, а отец тоже не примет. Потому что сначала ребенок становится сыном матери или дочерью матери, а потом уже сыном или дочерью отца. Надо это очень четко усвоить. Допустим, ребенок рождается, мать не приняла его как сына, но не почувствовала. Нет у нее материнские чувства, не заработали, допустим. У отца тоже не заработают. Понимаете? Через женщину мужчина учится, через женские чувства мужчина учится воспринимать своего ребенка как своего близкого человека. Он смотрит на женщину, как она с ним себя ведет и учится этому. Поэтому, если приходит ребенок в дом, женщина должна становиться матерью, принимать его ближе, ближе к своему сердцу. И когда она наконец совсем близко примет его, он станет для нее сыном. А потом уже для ее мужа станет сыном. Разница всего лишь заключается в том, что когда женщина вынашивает ребенка в утробе, этот процесс принятия происходит за 9 месяцев, пока она его вынашивает. Когда она родила, уже давно принятие произошло. А если ребенок не в утробе вынашивается, то она должна вынашивать это принятие наяву в то время, когда он просто живет рядом. Тоже примерно такой же срок будет, около года. Она будет принимать его все ближе, ближе к сердцу. Потом он станет ее родным ребенком. В этой связи надо понять, что если ты все-таки вообще никаких шансов тебе родить самой ребенка, нет, то можно ребенка взять на воспитание, он тоже будет своим. Почему же некоторые люди не хотят брать чужого ребенка на воспитание, считая его неродным? Потому что они скупцы. У них слишком скупое сердце. Они не понимают, что такое материнство. Знаете, я общался с многодетными матерями. Вот, допустим, многодетная мать, ей хочется много детей. Она родила пятерых. Ей хочется еще, а рожать уже не может. Ей вот так вот взять еще одного ребенка. Пять есть, еще одного вот так вот взять. Без проблем. Почему? Потому что у нее сердце настолько сильно любит детей, что у нее уже все дети ее родные. То есть она берет, ребенка видит, все, он ей как сын. Она берет его, допустим, нуждается в матери, ребенок хочет мать. Она берет его и все. Он для нее свой, родной. А вот если женщина совсем не имеет детей, у нее не развито это чувство, она не понимает этого. Она не может взять. Ей кажется, что это будет чужой ребенок. Но это всего лишь просто ее проблема. Потому что если ребенок нуждается в матери, он станет родным. Это факт. Как вести женщине на работе в мужском коллективе, если она замужем? Хороший вопрос. Но мы много об этом уже говорили уже, как вести себя женщине в мужском коллективе. Чтобы понять, как себя вести в мужском коллективе, надо сначала понять, зачем это надо. И давайте вот в чем разберемся. Вот смотрите. Женщина, допустим, рисуется перед мужчинами в коллективе. Она крутит перед ними всеми частями тела. Ну, допустим, рисуется в коллективе. Почему она это делает? Как вы думаете, в чем причина? Она замужем, все, у нее любимый муж есть. Зачем она так себя ведет? В чем причина? Ну, давайте откровенно. Что, она хочет гулять от мужа, что ли? Нет. А в чем причина? Почему она так себя ведет? Да не наслаждаться, ничего подобного. Вы не знаете. Я знаю точно. Я общался с женщинами на эту тему. Почему она так себя ведет? В чем причина? Да хватает все у нее. В чем причина? Почему она рисуется? Она боится, что она, не делая это, потеряет репутацию и положение в обществе. Она боится, что она будет хуже оценена и выглядеть, чем все остальные женщины. Она боится, что она потеряет работу, потеряет возможности, если она не будет рисоваться. Ведь так же это. Поэтому она улыбается, рисуется всем, чтобы с целью сохранить возможности трудиться. Или нет? А? Ну, карьера, карьера тоже нужна, иначе, ну, то есть, нужно, чтобы какое-то положение в обществе было, иначе, если этого нет, то тебя могут выгнать. Вы понимаете, о чем я говорю, женщины? Так ведь это или нет? Или я ошибаюсь? М? Одна из причин, так ведь? Она просто хочет нормально выглядеть, чтобы у ней была возможность как-то удержаться. Если другая причина, она просто хочет изменять мужу, рисуется перед всеми, ну, это ей, значит, безмозглость и все, ну, она ответит за это, пострадает. Это значит, что она не образованный человек, не понимает, как правильно жить в обществе, как достигнуть счастья. Значит, она будет просто страдать, мучиться от этого, эта проблема. Но чаще всего, вот я вот, когда общался с женщинами, причина в том, что они не понимают, что как-то по-другому можно развиваться в коллективе. Вот об этом я и хочу поговорить. Оказывается, смотрите, если женщина способна не проявлять чувство любви при контакте с противоположным полом на работе, она держит дистанцию, то в этом случае ее уважают больше, а не меньше. Если женщина открыта ко всем, она считается такая, ее как бы легкого поведения, то есть ее на серьезное какое-то ответственное положение ее никто не поставит. Почему? Потому что слишком доверчивая, слишком открытая, значит, глупая. Если она рисуется перед всеми, значит, глупая. То есть она, ну, нельзя ее никуда ставить, нельзя повышать, на нее нет надежды, рассчитывать на нее нельзя. Так чувствуется. Так чувствуется. Но если женщина держит дистанцию с мужчинами, она имеет чувство собственного достоинства, она не рисуется ни перед кем, ее тут же немедленно будут уважать. Особенно старшие, особенно начальство. Если они пытаются ее как бы захватить, свою власть, пытаются с ней флиртовать, а она отстраняется, еще больше будут уважать. Попытаются пригрозить, она типа, ну, хорошо, значит, я уйду с работы, еще больше будут уважать. Несомненно, старшие могут проверять женщину таким образом, пытаться за ней ухаживать. Но если она ведет себя благородно и одновременно выполняет все обязанности, но держится дистанцию, они будут сильно уважать ее за это. Почему? Потому что она сама себя уважает. Да, человек сам себя уважает, его тоже хочется уважать. Однако, если она поддалась на удочку и начала ласки строить, то в этом случае ей воспользуются, а потом от нее или избавятся, или поставят ее в такую ситуацию, в которой она будет в зависимости от начальства. То есть, ее будут дальше доить, использовать. Такая же ситуация бывает, когда женщина считает, что она обязана начальнику больше, чем мужу. Вот когда она сама так считает, значит, начальник это почувствует и скажет ей, пожалуйста, дорогая моя, останься, поработай побольше. Это надо в фирме. Она говорит, хорошо, и остается. Потом он ей говорит, останься еще, еще, еще. И потом на следующий месяц пишет ей, у тебя рабочий день будет на час больше. У всех атакует с рабочий день, а у нее на час больше. Почему нам так надо в фирме? Мы знаем, что ты очень ответственный человек, мы тебя любим, уважаем. Пожалуйста, поработай побольше. Больше никто не хочет, кроме тебя. Так постепенно ей садятся на шею. Почему она боится привлекаться начальнику? Она думает, если я ему буду привлекаться, меня выгонят, лучше буду работать больше. Пускай так, вот так вот. И она в сердце своем копит злобу на этого человека. Она думает, издевается, как хочет. Сама улыбается внешне, а копит внутри сердца злобу. И в конце концов она уходит с этой работы. Она уже не может терпеть этого всего. Она психически устает, выматывается и уходит с этой работы. Копит злобу. И потом накапливает и уходит. Все, она не может там больше работать. Второй вариант разберем. Начальник говорит, надо остаться, часик поработать побольше. И она ему говорит, вы знаете, я с удовольствием вам помогу, но не сегодня. Почему? Потому что у меня там семья, дети голодные, мне надо идти домой. Он говорит, ну, ты как бы тогда смотри, у нас тогда ты, может быть, не в очень приоритетном положении на фирме будешь. И она должна ему так ответить, она сказать, вы знаете, я вот все, что от меня требуется, я с удовольствием сделаю. Но у меня есть семья. У женщины семья должна быть на первом месте. Если дети голодные, я не могу оставаться здесь в это время. Я отработал свое время, мне надо идти домой. Если вы считаете, что я неправильно поступаю, ну, поступайте со мной, как считаете нужным. И разумный руководитель оставит такую женщину, будет уважать ее время и никогда не будет дергать ее после работы. А если он тупой, как дерево, тогда он ее выгонит, эту благородную, достойную женщину выгонит. Это значит, что у него будут работать только неблагородные и недостойные. Значит, он сам такой. Ну и хорошо, она найдет себе лучше еще работу. Понимаете, женщина никогда не должна оставить работу выше семьи. Иначе ее жизнь, репутация будет рушиться от этого. Она не будет ни карьеру, ни что, ничего ей счастья не даст. И радости. С одной стороны, достойное поведение, отстраняться от мужчин. С другой стороны, не заводить там друзей себе. Потому что это означает тоже деградация для женщин. Мы говорили на прошлой лекции. Если она дружит с мужчиной на работе, значит, с мужем она уже дружить не может. Она отдала другому в этом плане свое сердце. Женщина не должна на работе слишком близкие отношения заводить с другими женщинами. Почему? Потому что нельзя среду деловую путать с семейной. Женщины часто на работе создают себе семейную среду. Они начинают дружиться очень сильно со всеми, чирик-чирик, то есть очень близкие отношения строить. А там, где есть семейная среда, соответственно, там должны быть и семейные отношения. Это означает, пожалуйста, замени меня сегодня, у меня там то да сё. Или, пожалуйста, помоги мне. Так? Семейные отношения, они по природе бескорыстны. Ну, мы же не торгуемся там, сейчас, правда, в Америке уже так стало. Они там считают, кто для кого сколько сделал, кто деньги сколько детям принес, там все рассчитывают. Но это не семья, это безумие. В семье, как обычно, все взяли и что-то сделали, приготовили там. Кто-то считает, кто сколько сделал, нет? Нет. Но представьте, если на работе не будут считать, кто сколько сделал, что тогда получится там? Хаос. Поэтому на работе не надо создавать семейную среду. Иначе женщина будет очень сильно страдать. Она будет семейную среду создать, начинает семейные отношения строить на работе, с девушками, с кем она работает. И потом начинаются разборки постоянные. Она меня не любит, она меня не ценит, она меня не уважает, она меня игнорирует и так далее. С кем женщины сильно привязываются на работе, с ними же и начинаются потом разборки. Поэтому женщина на работе не должна этим заниматься. Она должна легкую дистанцию. Любить, дружить, улыбаться, но легкая дистанция. Означает не пытаться строить бескорыстные такие отношения в том плане, что заставлять, просить кого-то за себя работать. Надо понимать, что работа это работа. Там отношения деловые, они построены на выгоде какой-то. Поэтому надо всегда вознаграждать чужой труд на работе, всегда держать дистанцию небольшую. Надо понимать, что человека нельзя эксплуатировать, что у него есть обязанности, которые он должен выполнять. Сверхобязанности не надо его заставлять работать или просить. Только в крайних случаях это возможно. Отношение, любовь даже в рабочей среде возможно, но она имеет другую природу совсем. Ты просто мысленно кланяешься человеку, любишь его, заботишься о нем, помогаешь ему как-то. Но сам, это твоя инициатива. Помогать можно на работе, но просить помощи лучше не надо. Это опасно. Потому что человек может почувствовать, что его эксплуатируют. Понятно, да, вопрос? Как вот женщина должна... Ну, она все равно женщина, поэтому у нее никак, у мужчины не будут отношения. Все равно они ближе. То есть она может почерекать с кем-то там. То есть она может дружить с женщинами на работе, общаться как-то с ними. Но не переносить это отношение на саму работу. То есть общаемся, общаемся хорошо. Но работа, ты мою работу не трогаешь, я твою не трогаю. Если я хочу помочь, я помогла и сказала, ничего не надо за это. Это мое просто желание тебе помочь, и все. Вот так. Почему мы читаем настрой «Я желаю всем счастья» на русском языке, а на неназначальном санскрите? Ведь звуковые вибрации первоисточника фразы лучше, чем ее перевод на другой языке. Первый раз меня в Латвии об этом спросили. До этого нигде нет. Значит, у вас есть образование уже серьезное в этом плане. Понимаете, это факт, что звуковые вибрации на санскрите, они сильнее действуют, чем на просто обычном родном языке, любом. Но поймите такую вещь, что для меня самую важную ценность представляет не то, чтобы вы научились читать звуковые вибрации. Это уже следующее образование, которое вы можете получить в храмах, на специальных мероприятиях, на которых именно этим занимаются. Моя цель повторения «Я желаю всем счастья» заключается в том, чтобы вы почувствовали сердцем, что такое звук. Это можно почувствовать любой звук, санскрит или не санскрит. Главное, чтобы вы глубоко понимали смысл. Вот, допустим, если я буду повторять, для вас это будет как просто звук. Чтобы вы глубоко поняли, в чем смысл этого звука, надо пожить этим звуком. Понимаете, надо этим пожить. А люди многие вообще первый раз приходят. И они будут повторять эту фразу. Во-первых, они не знают даже, как ее произносить толком. Надо обучать этому. А во-вторых, они не будут вообще понимать, что это значит глубоко. Потому что, поймите, что даже если тебе перевели фразу, все равно глубокого понимания не будет. Допустим, человек не знает английского языка. И, да, близкий человек, но ты хочешь признаться ему на английском в любви. И ты ему говоришь... Сейчас я тебе объясню. I love you, значит, я тебя люблю по-английски. Поняла? Поняла. I love you. Ноль эмоций. Почему? Потому что фраза не вошла глубоко в сердце. Поэтому, если ты скажешь на родном языке, я тебя люблю, она войдет в сердце сразу, потому что человек глубоко понимает смысл этих слов. Но если те же самые слова произнести на чужом языке, не входит в сердце. Почему? Потому что нет глубокого понимания. Поэтому я и повторяю с вами на том языке, который вам ближе. Я, конечно, на латышском не могу повторять, вы уж меня простите. Потому что в этом случае я не буду соображать. Вы-то будете понимать, вы будете радоваться, что мы повторяем счастье, я желаю всем счастья на латышском языке. Но я ничего не буду понимать. Я буду с трудом проговаривать, как это звучит на латышском. Я желаю всем счастья. Ну, один только скажите, вот девушка. С-вай-вэл-лоу. Как-то, да? Вот представьте, я так сейчас буду повторять. Что тогда будет? Просьба делать между произношениями перерыв чуть подольше, чтобы вдохнуть воздуха, а то мало времени для вдоха. И сразу опять произносить. Качество важнее количества. Хорошо, будем перерыв делать. Когда люди живут возле моря, у них психика становится очень глубокой и спокойной. В них больше любви, но мысли течет более плавно, размеренно и четко. Те люди, которые в конъектальном климате живут, у них мысль более такая быстрая, решительная, и нет плавности никакой, размеренности. То есть они активнее, но при этом у них по-другому работает мышление. Поэтому очень вопрос правильный, поставлен правильно. То есть я не учел местное. Если я, допустим, в Эстонию приеду, там еще медленно надо читать. Я желаю. Там еще более плавные люди. Там еще более плавные люди.